После этого ребята забирают Клокверка, который вроде как должен там кого-то ловить, вроде как должен кого-то закрывать, вот, но подкатка, откровенно говоря, нет никого мощного оранжевого дамагера, способного наваливать Коги, и теперь не факт, что он появится. То есть обычно Клокверк как работает? Он просто кого-то закрывает Коги, где-то сзади стоит Луна, наваливающая по противнику, и до Луны очень тяжело добраться, Луну убивает. Но здесь, как будто есть вот Клокверк, и единственное, что он делает, это помогает Кунке, Джакире и Андерлорду дать хороший прокаст. Однако, как только появится Блокинг Бар, и все это перестанет работать. Вот так. Ну вообще, Пикуджи, не знаю, смотрю на него, и такое ощущение, что это Пикачайни. То есть 4 героя. Сейчас ты еще на игру отчаяния, возможно, посмотришь. Да. То есть Нутейл, я так понимаю, он уже играет либо за Андерлорда, либо за Кунку, то есть понятно пока ху-ис-ху. Вот. Или Сепп играет за Андерлорда сложные. Ну, в общем, пока все не ясно. Но ясно одно, они должны идти и воевать. У них есть пуш в виде Джакира, это как раз ФП. И им нужно обязательно отжимать ТВРА. Чем раньше, тем лучше. Так, ну посмотрим, что доберут. Пока что в бан отправляют ОД. Неприятного. Хотя, честно говоря, не знаю, что здесь... Как здесь поступят ОДЖИ. По-моему, у них не так уж много физики. Как-то Кунка, конечно, это замечательно, но не делают же только на него ставку. Забанена Бруда. В свою очередь, команда Минески. Ну, в общем, пока я на этот пик смотрю, понимаю, что ОДЖИ очень боятся хороших строков. Одним из которых мог быть бы ОД. При этом напомню, что Сларк все еще в пуле. Сларк все еще может появиться. И на Сларка по-хорошему не так много управы. Если Джекера кидает Аспас, он может снять с себя контроль. Если Кунка кидает крест, то под конец креста он нажимает на Дарпакт и в очередной раз убегает. Если Андерлорд кастует Питов Малис, то Сларк в очередной раз уходит за счет Дарпакта. И пока Сларк, на удивление, очень хорош против всего пика ОДЖИ. Внезапно, да? Сларком играли-играли, и вот опять. Вот опять он хорош. Проблема только в том, что у Джилла Спик есть. Единственная опасность для Сака. Посмотрим, что заберут. В параллельных матчах ТНС сыграли 1-11 с Вичи Гейминг Джереми Шторм. На самом деле, уже третья ничья для ТНС. Это как-то совсем неприятно. Вичи Гейминг Джереми Шторм тоже. Им это ничья ни к силу, ни к городу. Короче, в группе Б у нас Китай захватил лидерство. Вичи Гейминг и ЛГД. Ну, а Вега пока уверенно идет к выходному. К большой серии выходных на плей-офф. 0-3. Ни одной карты не выиграли. Тролль Доминески. Слушай, тролль для Лины, для Винги, для Ночерс Профита. Это такой урон с руки. Тут просто летит в любую карту Ночерс Профит. Винга дает стам. Тролль подрубает ультимейт. И вдвоем с Вингой на Ночерс Профит режет. Жидновато. Жидновато. Слишком много физического урона. И слишком мало у Минески. Вот. Вот же нужно идти на товара. Если каким-то образом Минески этим пиком выходит в лейт, то там четыре героя наваливают. На товара пока идет только Джакира. Увы. Да. При этом четыре героя собирают... Точнее, Нагостерена собирает Аганим. Допустим, нажимает на сон. И все эти четыре героя отхиливаются. А она собирает его. Ну, я надеюсь. Некоторые с вами дают. А вот Сларк. Ну, вот она Сларк. Да. Против тролля. Ну, как бы Сларк был хорош и для одних, и для вторых. Вот. Но Минески его решили не брать, а у Джи его забрали. И единственный минус заключается в том, что... А нет, подожди. Подожди. Если Себ будет играть на Сларке, то у Джи шансов побольше. Мы уже видели на этом турнире... Кого мы с тобой видели? Мы видели Сларка от Нутейла? Да. Это было вечернее зрение. Да, это был ужас. Ужас. Согласен. Это был самый настоящий ужас. А вот как раз Сларк от Себа может затащить. Если он будет играть понадежнее и по Сейволе. Это был тот самый Сларк с барабанами. А потом мы посмотрели на следующей игре на Сларка с... Орчедом от Папарацци и увидели, насколько он был круче. Ну, Сэп берет все в свои руки. Сфо на Андерлорде Биг Дэдди покажет. Ну, на самом деле, Биг Дэдди, вот... Он любит же таких героев аркадных, типа Кунки. Но вопрос. Как он сыграет на нем? Наш уровень ожидания, он как бы очень высок. Мы потому что видели Кунку уже от всех игроков Китая. И эти Кунки были великолепны. Посмотрим на то, как будет вся показывать Ноутейл. Из плюсов для Сларка только один АОЕ Стан и тот с задержкой от Лины. Поэтому чувствовать он себя будет достаточно спокойно. Тем более, опять же, Тролль это... Ну, Тролль это один из сильнейших кэрри, который убивает почти любого. Но конкретно против Сларка ему плохо. Потому что Сларк подкрадывается из инвиза, делает тычку там с какой-нибудь сабли, со скади. Уходит сразу в инвиз, Тролль ничего не может сделать. И опять же, Сларк при хороших артефактах, если не будет отставать, он всегда будет иметь плюс-минус шансы убить Тролля. Даже не плюс-минус, а хорошие. Потому что, опять же, находишь его, делаешь тычку, кидаешь на Улифайр. Тролль ничего не успеет нажать. Тролль погибнет. Миссы не работают, потому что Сларк скидывает их первым с пылом. Ну, и шансы, конечно, есть убить Сларка, если ты как-то его поймаешь, там, первый. Но эти шансы весьма призрачны. Ну, давайте смотреть. Сэп, все в твоих руках. Сэп сказал, что если ему дают достаточно спейса, то он способен развалить в своем интервью, так он сказал. А Лода сказал, что Alliance через год станет Тир-1 командой. А Лил сказал, что хороший парень — это не профессия. Лил еще говорил, что дайте им один месяц или два месяца, и они станут Тир-1 командой. Лода сделал круче. Лода сделал год, и через год уже, возможно, никто не вспомнит. А если Alliance станут Топ-1 командой, то Лода станет суперпророком таким, знаешь? Вау. Я сегодня посмотрел, почитал интервью с Вильхиором. И все, что я могу сказать, ядритен здоровый. Вот про него я точно ничего плохого говорить не хочу. Не дай бог, еще отберутся на LAN какой-нибудь. Не дай бог встретят на LAN. Мне кажется, даже, да, если меня будет прикрывать айсберг, мои шансы невелики. Просто как, не знаю, как Свен против Shadow Shaman. И ты даже не будешь шутить в его сторону? Нет, никаких шуток. Все максимально серьезно. Какая скука. Эх. Ну, я могу пошутить, но зато потом будет весело, опять же, на LAN. Так, ну, из хороших черт на Сларк играет не Нутейл. То есть это уже хорошо. Плюс. Да, это уже плюсик. В общем, осталось только дать ему хороший старт, но здесь довольно неприятная линия в виде тринта. Видит Фурион с тринтами и Найк Сирены, которые имеют очень много брони. Среди позиции, кстати. Да, да, и, соответственно, Сларк у здесь стоять неприятно. Тролль стоит против Андерлорда, СФО. Вот, на самом-то деле, для СФО довольно приятная линия. Он, если сейчас возьмет быстрый третий, он просто тролля здесь сожрет своим фаерштормом. Это очень сильный спелл. И нужно Андерлорда гонять. Нужно не давать ему пространство. Нужно не давать ему ластхитить. Вот, забирает пачку крипов. Неплохо. Три крипа ушло. При этом подержать еще здесь. Три крипа осталось идеально, что Андерлорд не может никак выйти. Получить за них экспириенс. Денайть по максимуму. Так, попытка... Или забрать даже. Или забрать. Нет, он слишком прочный. Тычки от Тавра получать не нужно. Очень хорошо нужно денайть. Так, снизу у нас. Снизу у нас какой-то размен тычками. Джабс слишком силен. Глянем на мид, посмотрим. Здесь Мун против Нотейла. Пока 9-2 на 6-1, но более-менее. Ну, давайте посмотрим дальше на верхнюю линию. Я убежден, что здесь самое интересное будет. Джеракс перетягивается. Ага, топориков у тролля еще. А, нет, есть. Вот взял себе третий. Зафармил Савуха. Батарейка пошла. Фаершторм. Ой-ой-ой, Муши закрывают. Ой-ой-ой, Муши. Ой-ой-ой, Муши. Вот так вот. Ну, удача постоять на этой линии тролля. Все, что я могу пожелать. Ему будет тяжко. Сейчас третий уровень. Фаершторм. Быстрый аркан ботинки. Никакого хила не хватит. А реген у тролля не такой крутой, чтобы перерегенивать все. Ну, пока не так страшно, потому что тролль как минимум идет хорошо по крипстату. И он фармит. Единственное, что вот Винге я не завидую. Потому что Винге будет очень соло прогонять андерлорда с сапогом. И тремя манго. Ой-ой, Муши, Муши. Третьего уровня. Муши прячется в крипах. Туда летит фаершторм. Закрывают. Ну, вот, собственно. Он имел еще не такую плохую ситуацию. Но теперь ему точно конец. Да, вот теперь. А вот теперь плохо. То есть, даже несмотря на это, он, правда, все равно имеет хороший крипстат. И все равно топ-2. Он же пешком побежит. Он придет в втором уровне, когда здесь будет четвертый. Ну, нужно умирать поменьше, я согласен. То есть, в Клокверку лучше всего так вот в наглую не въезжать. Поскольку андерлорд и Клокверк намного сильнее, чем тролли Винга. Но, с другой стороны, на сложной линии отрабатывает Фурион. На сложной линии Нага, Сирена и Фурион. Имеет полное превосходство над Сларком. Они его хорошенько пробивают с руки. Да, правда, сейчас Нага получила лишний удар от вышки. Ну и пока Фурион эта линия отрабатывает. У него много урона с руки. 68. Намного больше, чем у Джакира. У него также имеется орбов веном. И, помимо всего прочего, имеется три пенька. Сейчас нужно будет вызвать и продолжить Харас. Так. Вопрос, как сплать троллю. Ну, всегда есть пул. Можно запулить. Тролль зафармит крипов подвышкой с топориком. И это лучше, чем умирать на линии. Соответственно, пока он будет забирать крипов подвышкой, Клокверка есть шанс себя проявить. Это либо забрать, например, Лину в Миде вместе с Кунг, либо убить Фуриона с Нагой снизу. Было бы неплохо, потому что Кунг так подпроседает. С дабл дэмэджем. Тайдбрингером разминает Лину. Ну, он очень уверенно идет. Шестой уровень появится раньше. Так, крест. Крест. И Клокверк. Нужно успеть, 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 успеть. Значит, профит прилетел. Успевает. Файрифайр. Да. Ну, Кунг разбирается, но и Кунг удается убить. Клокверк включает батарейку, подходят крипы. Клокверку будет неприятно, но он освобождается. Джеракс батек. Он отлично отыграл на сложной линии. Он успел перетянуться в центр и забрал Лину. Они сейчас воевали 2 в 3. И по итогу размен 1 в 1. И Джеракс продолжает тащить. Ну, вообще, Лину даже соло Нутейл бы забирал. Здесь, конечно, ошибка была. Немножко неаккуратно сыграл, не дождался своего ботла. Тем временем Джеракс ловит станчик венги, ловит замедление в месте. Он перестал тащить. Прямо здесь и прям связанно. Он как ослик с мешками. Тащил, тащил, встал на месте. Перестал. Тащил, тащил. Ладно, впитал Лагуну, и Нутейл в Миде будет попроще. Мильджи Буги забирает руну богатства, которая осталась лежать. Немножечко дольше, чем остальные. А всего, получается, у нас забрали... А, ну, привет. Минески забрали 4 руны богатства. Нормас. Собственно, дота нового поколения. Роумеры превосходят все. Кстати, Вова. Вот тролли убивают, убивают. Крипстат у него со Сларком одинаковый. А он все равно лидирует. Да он что-то какой-то жесткий, я не знаю. Какой он вообще на этой линии? Я бы уже разбил шмотки против этого Андерлорда. Он там постоянно спамит. А, Андерлорд не взял Аркан в ботинки себе. Ну, хотя маны-то у него все равно хватает. И потому, что у них Крипстат со Сларком одинаковый, и Сларк ни разу не умер. Ну, да. Сларк умер два раза. Но имеет один асист. Типа, Сларк, может, покупал какие-нибудь фласки себе постоянно. Мы же можем по контролю. Так, здесь тем временем выход. Клокверк. Ага, Дарк Рифт. Попытка забрать Клока. Оп! Четко. Ботелок. И какой же он жесткий. На миде тем временем Лина против Нутейла. Нутейл. Ракета не попадает. Пытается дать Тайт Брингер. Но внезапно оказывается, что только его Крипы здесь. И по ним Тайт Брингер не зайдет. Лина спасается. У Лины 2700, у Кунки 2200. Проседает. Хотя шансы убивать есть. Но вот сейчас потратил Корабль. И Мун. Он жив. Это неприятно. Куда пойдет Мун? Сэп пятый уровень. Нет, Мун возвращается. Никуда не пойдет Мун. Ну, я не знаю. Андерлорд топ-1 Нетворс. Но, если честно, я думал, что тролль сейчас очень сильно просядет. А Андерлорд выйдет вперед. Тролль в итоге имеет такой же Нетворс. И он просто... Он просто плевать хотел на этот Файр Шторм. Правда, приходит Клокверк. Но да, здесь измените. Хотя, может, еще его выбежат. Надо ломать Коги. Ломает Коги. Протискивается. Шесть стиков есть. Нет, батарея. Файр Шторм. Ракета. Слишком много урона. С Джерексом шутки плохи. Он дальше бегает и убивает. Он убивает сверху. Он телепортируется на центр. Спасает Кункевича. Кто очень много брака с обеих сторон. И тут не забирают, а там не забирают. Кунку отпустили. Но не от Джерекса. Он все делает идеально. Лучшая четверка. Ладно, лучшая четверка 2017 года. Или 16. Не помню, какого именно. 16-го и 17-го. 16-го и 17-го, да. Ну, тролля можно идти в лес. Сверху линия для него закона. Индерлорда имеется. Гвардон вообще не ощущает тычек тролля. Вот. Ну и, соответственно, пока тролль фармит лес, Джокира вместе с Индерлордом в легкую забирает вышку. Беда. Индерлорда реально отпускают. Это будет быстрый Кримсон. Против пика, где слишком много физического урона. После ВГ решает сделать себе тролль попытка забрать вышку. Ты видал эту наглость вообще? Что он творит? Что он себе позволяет? Так. Ну, Флай можно уйти. Он свою задачу выполнил. Теперь либо перемещаться на центр и убивать вместе с Кункой. У Кунки есть корабль. Либо отправиться на легкую и помочь Сларку. Потому что Сларку, честно говоря, не завидуем. Его тут гоняют, над ним издеваются. Просто бегает Нага под вышкой. Фурион напрягает пеньками. И Сларку нужна помощь. Да, Сларк довольно серьезно просел. Тут как бы только-только Аквила. Каким-то быстрым Шадоу Блейдом и не пахнет. Неизвестно, когда он вообще появится. Флай. Есть стан. Но не решаются. Знают, что рядом куча тиммейтов. Так. Ну, а на нижней линии вот она, перетяжка. Наконец-то от Флая. Дуал Бресс. Подходит Сеп. Прыгает на Нагу. Сон. И убегаем. Ага, у Наги уже почти Метеор Хаммер. Да. Такая боевая Нага будет. Без Радиансов. Есть слишком много Ауэ здесь. И Джакира Ауэ, Шатан, Дорлорд и Кунг. И оптимальнее всего Нагу сделать не бойцом, а каким-нибудь кастером, сейером. Ну, знаешь, быстрый Метеор Хаммер, когда там БКБ нет и в помине не скоро появится. Это реально круто. Сон и все. И ты гарантированно станешь героев, по которым ты нацелил этот Хаммер. Это прикольно. 4 тысячи Лина, 4 400 Андерлорд, Тролль отпускается, 3 200, Сларк 3 500, Кунг 3 300. Все идут очень плотно. Никто сильно не вырывается. Даже у суппортов. Не так все плохо. Так, начинается драка. Поцепили Лину. Все, в Лину. Лина погибает. Не успевает дать свой рассказ. Метеор Хаммер ни в кого не попадает. Айс, айс, айс. Бывает. Да, Лина, конечно, очень хлипкая. Нужно играть поаккуратнее в такой игре. Потому что один прокаст и ты погиб. ОДЖ держит темп. ОДЖ доминирует. ОДЖ пришли на легкую линию и помогли Сларку вернуться. Банайфорс, что он сейчас имеет топ-2 денег на карте. И комбинация очень мощная. Кунка, Клокверк и Джакира. Не находят любого героя на карте и убивают. Вообще абсолютно любого. Ну, разве что Нага со сном может спастись. Соответственно, они могут магу подходить к вышкам. Крест-тройщику. Подходит Лина. Получает крест. Она умерла. Стан попадает в Клокверка. Возможно, это даст шанс. Да ладно. Она выжила. Непонятно как. Ладно. Каюсь. Ошибся. Ошибочки случаются. Тем временем Сларк на легкой линии пытается хоть как-то воспротивиться, воспрепятствовать Пушу Минески. Но Минески вызывает пеньков. Закидывает Метеорхаммер по вышечке. В итоге вышечка медленно наверное падает и сюда приходит Эсфор. Так, время Даная. Время сочного Даная от Эсфор. Но, к сожалению, его не произошло. Сочный восхит произошел. Погибает. В миде Лина. Я же говорил, что она умрет. И она умерла. На том же месте. Ну, я не знаю. Это смотрится слишком просто. Каждый раз крест. Лине вообще подставляться нельзя по такие комбинации. Хотя бы пока у Винги нет шестого и нет какого-то подсвапа. А вот у Винги уже шестой лежит. Осталось только книжку себе принести. Кримсон Гард появляется у Андерлорда. Пробить теперь будет довольно тяжело. Это супербыстрый Кримсон Гард на 11-й минуте. Не знаю, что они вообще будут делать. Муша сажают его на крест. Но Клокверк тратит всю сумму, но нет на батарейки. Хотя Муша решает поменяться. Нет, понимает, что меняться это очень плохо. И забирают. Джерекс душит. Да, Джерекс реально душит. 2-1-4. 75% фрагов сделал. А, ну Тейл на кунке ну пока нормально все делает. То есть просто бегает. Крест-торент. Крест-торент. А что еще надо? Да ничего. Да, мне кажется, на самом деле он был бы идеальным саппортом. Вот он когда-то зажигал на саппорт позиции. Был на самом деле одним из лучших саппортов Европы. И потом он что-то захотел поверять на кэри. Ну на кэри на самом деле куда еще не шло. Но какое-то время получалось. Да, но потом что-то совсем ушел не туда. И вот на саппорте отлично он бегает, он воюет, постоянно развлекает противника, создаёт очень много спейса для Себа. Который, кстати, ни разу не умер. Это при условии, что его очень жестко били на легкой линии. И вот уже теперь нужно просто пойти. Вот четыре героя бегают, воюют. Если будет, если будет плохо, то Underlord просто нажимает на Dark Rift и они улетают. А Сларкевич аккуратненько бегает по лесу, фармить Shadow Blade. Shadow Blade очень скоро будет и очень скоро будет 12 уровень. Поэтому... Вот же, вперёд! Вперёд из песни! Меня особо... Нужно реализовывать Климсон. Вперёд! Джерек с души. Нески хотят кого-то забрать. Видит Кунку. Клокверт. Кунка. Да. Клокверка находят. Коги! Всё, вклокверка. И уезжай отдать кутшот. Свап Наги. Слип. Ой, как стоят, как стоят. Мочить будем. Ой, мочи! Ой, как он замочил троих. Отлично. Минески убивают одного, убивают второго. Ну всё, это Нага. Это Нага похоронила всех. Просто легчайшая. Спейс закончился. Они напидели. Здравствуйте, у вас есть Спейс? Извините, Спейс закончился вчера. Сэп, попытаются на контратаке сейчас, что-то сделать с мужем. Муж может убить. Давай, Спейс, души их. Так, закрывают блокверка, но... тяжело, тяжело здесь. Сэп даблкил оформляет. Красавчик идеально реализовал Shadow Blade. Ну, просто молодцы, Минески. Хорошо подошли, вовремя. Отличный сон, прекрасный прокаст от Лины. Вот. И теперь нужно вот уже делать то же самое, только со Сларком. Сларк уже мужчина. Так, Сларк мужчина, мужчина пока находится сверху, добивает 11 уровень, тут тем временем охотится за женщиной и женщину. Оле! Так, Кунг, Джекир и Андерлорд не прощают. И Джеракс. Заходит в уражеский лес, ищет противника, ищет Vengeful Spirit, Vengeful Spirit сладенькая. Может быть ищет Лину, который кстати не собирает форстафа и хочет купить себе его. И под полным контролем держит территорию противника. Он знает обо всем, о каждом движении. Пока Джеракс выполняет роль шерифа справа, Сеп продолжает Эмира сверху бегает и не умирает. Фармливает свои БКБшки и Улар хочет, чтобы хоть как-то от Кунг защищаться. Да. И Минески стоят на месте. То есть Минески стоят на месте, они сейчас никуда не идут, они не очень хотят драться дофармить, желательно дофармить Блокинг Барр на тролле, но тролль вместо того, что фармить Блокинг Барр покупает масочку и пока у него 1082 жизни. он типа ускоряется, пытается как-то ускорить свой фарм, ДБФ он не доживает. Типа да, но вот когда Сларк с Шадоубейдом бегает, в этот момент как-то уже и в леса не особо хочется заходить, там его кускуйся и до свидания. Хотя если честно, Мон на тролле, учитывая, что с атак спидом у него проблем нет, учитывая, что фармит он топорами очень часто, а с Моном ты топора не кинешь, это реально странный выбор. Ну, мужа любитель. Понятное дело, что он будет фармить очень быстро, но Сларк просто, хороший Сларк просто не позволит ему зайти в лес и в наглую пофармить. Да что говорит, тут Сларк, ай-яй, тут Сларк не добежал до Лины, нашел стаки, стаки заберет аккуратненько, Тариан в полине шикарнейший от Нутейла, корабля не будет, забирает всех пеньков и, ну, просто хорошо фармит Лу-Джи. То есть они сейчас не наламываются, не наламываются пять на пять и просто фармят и пользуются тем, что Минески вообще никуда не выходят, сидят вот на своем пятачке и не высовываются. Ну, молодцы, это уж круто, эта команда заиграла совсем по-другому. Это Сеп на Сларке. Да, он после того мини-камбэга, который сделали Минески, как бы вернул должок. Вернул должок. И теперь необычная ситуация, УДЖИ пушит Т2 сверху, Минески ничего не пушит, Минески бегут за Андерлордом и за Джекиром, но там есть Даркрифт, они вообще могут лететь наверх сейчас и пропустить Т2, а потом пойти на Т3. Да, они вообще никуда не хотят летать. Они пока никуда не хотят, да, они слишком дерзкие по-хорошему, то есть вот летает Джекира, подходит Сларк. Сларк уже тут нарезал двух героев практически, правда, сейчас может погибнуть, выживает на ЛООХП. Какой блеск? Он мог умереть. Он был очень близок к смерти. Но они умерли. Могли сделать красиво, могли просто нажать на Даркрифт, улететь наверх и забрать вышку. Потому что вышка по итогу не убита. Я чувствую, что Минески будут выходить в этот Радиенс на Наге и просто постараться сплитить, не знаю, что-то делать. Потому что им нужно любой ценой, им нужно дойти до Блэкинг Барна на тролля. Тролль купил Мом, но я до сих пор так и ни разу не видел, чтобы он его нажал. Ну да, то есть, хотя бы бегал бы быстрее по лесу. Вот он бегает, вот крипы, нажми на Мом, парни. Мужши, будем нажимать на Мом? Нет, нажму он топоры. Тем временем, минуслина. То есть, у него просто Мом вот есть, и он его вообще не использует. То есть, ну, как бы он скажет, ну блин, там Сларк бегает, Шаду Блэйди. И он меня убьет, а мы такие ему, чувак, ну да, как бы, зачем ты его собрал? Дайя с топ-таврой подошли. лишние деньги. А деньги сейчас нужны, потому что вот джедаиат. И джедаиат. Да, вот джедаиат, Джекира решает любые вопросы с пушем. Благодаря Джекира пуш удается. Благодаря Джекира ребята в нагло осаждают товара, и Минески не справляются с темпом. Они только-только начинают отпушивать вниз, а тем временем УДЖИ уже находится в центре, и Т2 падает. Как же они душат. Как же они заиграли. Ну, подожди еще. Они не додушивают, да, то есть вот стоит вышка, вообще никто и не защищал, ни один игрок, ни один игрок команды Минески даже не подумал и защищать, они просто ее не добили, а эти даже и не защищали. Кунка. Сажает ногу на крест. Нутейл. Сон. Ну, это плюс для Нутейлла, то есть он его развел на сон. Причем сон первого уровня, что немаловажно. Кулдаун 160 секунд, в то время как он Тейлла кулдаун 50 секунд. И я по-прежнему голосую за то, чтобы они просто пришли, добили вышку. Ну, как бы они любили, убежали в свой лес. Хотя видно, что Минески вообще ничего не могут. То есть они просто сладкие пирожки для сладка. И тут Фурион, но зубок. На него прыгает сларк, он его убивает. Тролль, но пока он реально тоже на зубок. Вот он есть, у него маску в Меднес. Все, это все, что у него есть. Так, ну раз уж он не на зубок, то мы забираем либо вышку, либо Рошана. Сейчас Рошан клапнет. Рошан нормально раздает. Мне интересно, вот профит, я смотрю за его игрой, он прилетел вот сюда с вардами, варда не поставил, улетел обратно на ТП. Ну, реально, плюс, саппорт, начиспрофита, один из, это возможность прилететь в любую точку, поставить вард. Оп, съел баунтерону. прилетел. Ну, он за баунтерону прилетел. Да. И улетел. Улетел. Ну, пока Рошана фармят. Рошана на самом деле очень долго забирают и дают нормально так спейсами. Ну, как бы они его заберут и пойдут дальше. В общем, Фурену очень трудно против Сларка, Кубки. Ну, вообще, героев очень трудно. Кунка, Сларк и Клакверк ему не оставляют и шансов. То есть, просто появляется на любом участке карты Курен. Любой из этих треки героев прыгает, плюс один, и он погибает. Вот, как бы, надежда на Нагу, но вот Нага какая-то странная. То есть, она с одной стороны взяла Метеор Хаммера, такой, обрадовался, ура, 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 сейчас будет Меса, а потом она так и решила декой на фарм Радианс. То есть, ну, в таком случае, наверное, было бы оптимальнее сначала на фармить Радианс, а уже потом все остальное. Потому что, полу-кастер, полу-дамагер. Ни рыбы, ни мяса. Минус Лина. Это Джеракс. Джеракс? Вообще, правда, что здесь делает Лина? Это Джеракс. Это Джеракс. Это Джеракс. Лина умирает под Тер-2. В ситуации, когда 22-ая минута, просто никто не выходит с хайгрона. Кстати, роль бы КБ выформил. Но я даже не знаю. Но маску он еще не раз, я еще не раз видел, что понажал маску. Сейчас. Я буду следить. У меня есть Мом. Я его не жму. Я его не жму. Пом-пу-ром-пум. У меня есть Мом. Та-та-там. Так, Нага дофармливает свой Радианс. Но здесь заходит. Из неприятных новостей для OG, им реально тяжело пушить хайграунд. Кроме Джекироса, который, слава богу, вкачал 4-ый Ликвидфайр, никто не пушит вообще очень долго. С каким-нибудь героем типа ДК, они бы уже ломали тут или без профит. Но пока никак. Ну, пока вот ты смотришь на OG и радуешься. То есть, когда вот к ним пришел Сеп на позицию офлейнера, первые мои мысли. У них слабый офлейнер, у них слабый крерри, и в этот момент они еще одновременно лишились тренера. как? Ну, так, когда хотя бы был резоль, у них хотя бы тренер был. То есть, на самом деле, они выступали не суперкрутно, но не суперкрутно. С другой стороны, зарплату на одному игроку меньше платит. Да, кстати. Об этом я не подумал, Это, кстати, тема. Ты не учитываешь, да, экономические показатели. Конечно, конечно. Рейдинс, ура. Ура. Ну, как бы, по-хорошему, G-Pros сейчас идут и заходят на хайграунд. Потому что, если сейчас начнется эта игра с Нага Сирены, то игра будет долгой. Я уже разложил кресло в лежачее положение и готов спать во время ультимейта Нага Сирены. Так, ой-ой-ой, как хорошо отступляет Лину. Поднимает себя в Юл и свап. Свап, но есть крест. Нет, креста нет, крест потрачен на Джабуги отдается. Но это все на сварке, 5 на 1. Соль. А тем временем, мистер Соль на Наге Сирены. Что творить? Тут не совсем соль, тут как бы был фурион, был фурион. И размен 1 в 1. И стянул трех героев вниз. Размен начался 1 на 1. Ну, Нага Сирена работает. Я говорю, уже можно укладываться поудобнее, потому что эта игра быстро не собирается кончаться. Это тот самый случай, вот я вообще противник того, что видеть Нагу и говорить, игра с Нагой будет долгой. Потому что очень мало кто собирает Рейденс на Наге, выфармливает ее вот в такие слоты, но это именно тот случай, когда игра с Нагой обещает быть максимально долгой. Бороться против сплита здесь не так-то просто. Герои не такие уж мобильные, как хотелось бы. Да, есть Ларк, да, есть Кунка, но... Если ты эту Нагу... Так, Нага, Метеор Хаммер кидает. Кунка. Кунка кидает корабль. Должен забирать. Забирает. Хорошо. Здесь уже Винга. Что творит Нутейл? Тролль. Все еще слежу за ним. Ни разу он не нажал. Ни разу. Это священный артефакт. Хоть раз. Он же быстрее будет фармить. Мушек, вон. Комната ожидания Моуа. Это просто весьма забавно. Да. Возможно... Сейчас древний хэншот фармит, смотри. Момчик. Ладно, может быть, драки нажмет. Но он пока не дерется. БКБ на сларке, кстати. Необычно. Необычно в такой ситуации, когда ты так сноуболишь, я думал, будут какие-то сайлансы, нули фаера, но БКБ... Просто, ну, БКБ, ну, это же... Ну, эту игру так просто не закончить. Более того, БКБ, когда у тебя единственного БКБ в команде против Наги Сирены, это всегда шанс остаться один в соло против пятерых врагов. Это не очень приятно. Даже когда ты сларк и супер неуловимый. На тебя найдут право. Сларк! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Nature's Profit Да, кстати, кроме Наги, здесь же еще и Nature's Profit Как мы можем забыть Поэтому сплит как бы Обретает новый Новый смысл, слово сплит Ему только не хватает Аганима Пить Аганим и вызывать пеньков Я думаю, что можно Аганим, Актарин Манта, Рэдинс на Наги Сирене Рефрешер, Актарин На Nature's Profit, чтобы чаще ультовать И просто давишь пеньками Враг получает тысячи золота из этих пеньков Но он просто не может выйти с базы Его давят со всех сторон И можно идти в магазин за соком И пачкой чипсов Игра все равно быстро не закончится Нашли Фурена Домой Ему нужен хостап Фигасич он умеет Ну как бы Джерекс тоже не промо Опа Минус Батарейка слишком долго длится Да Ему нужен Фурстаф Вот все полетели к Nature's Profit Хотя с ним справлялся один Клокер Пока все полетели к Nature's Profit Нага берет Выходит со всей команды Кучу золота поднимают Да, 11 тысяч проигрывают Но что-то игра как-то не заканчивается И Манта на подходе А когда появится Актарин Ну ладно, еще пока Манта не появилась Так, БКБшечка Пошел, пошел, пошел Тролль пытается убежать Но он должен найти его здесь Нечем не справлять Нажал лом, кстати говоря Хорош Там работяги писали, что один раз было где-то Он один раз его нажимал Ну все Если раз нажимал, то это все меняет Ведь один раз Реализовал Реализовал, да Так, опасно Флопер Вообще он прочный Стакаем дизейбл Пуссанный Он может копать, закрыть и вытолкнуть сам себя Хорош Слеп ноги сирены Да, жаль, вот нету права на сон ноги Но он все сделал очень красиво Он даже не подумал Он даже не подумал убегать Он развернулся, ворвался, закрыл и вытолкнул сам себя Хорош Да, он красавчик Но Минески просто жмут кнопки Несмотря Ну, можно было продлить один дизейбл другим И в таком случае он бы не вышел с тана Его бы забрали Как раз вот этого чуть-чуть и не хватило Но они просто жмут и... Да и ладно Че, Нага там уже... Второй ультимейт есть Кулдаун меньше Третий ультимейт будет Кулдаун будет маленький 80 секунд Акторин кулдаун вообще минимальный 60 секунд И можно развлекаться Кунг хотел Тараску Передумал делать БХБ Я просто не вижу Мне кажется, они торопятся с Бекинг-баром Зачем им БХБ, если там... Там сплит Надо бороться с сплитом Там мало магии Просто купить все, что убивает иллюзии Наги Там Пинько, Фурена и Гангает Все артефакты, чтобы ловить Не выпускать с базы И давить При этом как можно больше фарма забирать Вот, например, как делает Джеракс Аганим и Форстав Но БКБ на Сларке Это сейчас работает еще круче, чем Мом на Тролля Потому что стоит 4000 А ни разу даже близко Сларку не пригодилось Сейчас может найти Тролля, но убить его не сможет Тролль просто улетит Троллю плевать Троллю выгодно Так, хотя сейчас Клопперг, наверное, пойдет Сларк прыгает БКБ Все Если бы у него вместо БКБ был любой артефакт А вообще абсолютно любой Он бы его убил А он делает себе артефакт Который на Сларке Я, честно говоря, вообще не представляю Ни в одной игре Он после БКБ, которая дает немного силы И практически не дает статов, можно сказать Он делает Кирасу, которая статов вообще не дает На Сларке Ну, я даже не знаю Это очень необычно Атака спит Так, и пока на верхнюю линию все стягивались Вроде как отсюда все ушли Но Лина осталась На Чирс Профит вызывает пеньков Кунка вынужден перетягиваться И улетает Нага в этот момент пушит нижнюю линию У нее уже скоро Манта Стайл И Сон откатил Минески просто играют Вот удивительно, что такая команда, как у Джи Супер грамотная команда Которая отлично играет в макро доту Она просто ничего не может с этим сделать И им Им нужна одна атака Одна атака, и они просто уже сломают базу с такими артефактами Потому что Сларк оделся в какого-то Я не знаю даже, как это назвать Иллюзии почти не наносят урон вышкам Но они бьют их так долго На протяжении уже 30 минут Что Тир-2 падает снизу А, Метеорхаммер Опача Все, минус О, сорян Тем временем нападение на Лину на Вингу Забираю два их И это шанс Сделать хоть что-то Байбек От Винги У Лины Байбека нет Заход на хайграунд Нага Сирена должна лететь И Развлекать Фортификейшн Сверху ребята никуда не уходят Продолжают пушить Здесь Господин Сфо Напрягает тролля Тролль уходит Не жмет БКБ Крест на Сларка Тир-3 Наконец-то сломано Тир-3 Теперь можно хотя бы забрать шрайны Что дальше? Пойдут ли дальше? Нага Сирена уже готова крипскипить Но иллюзия умирает Можно Рошана забрать Забрать Рошана Забрать шрайн Может быть даже два и закончится Наги ничего нет Нага бедная Манта скоро появится Ну да, не так много Учитывая, что Нага самый богатый герой В своей команде Да Шрайны улетают Ну нужно продолжать Вот так вот давить Как сейчас И ловить Ловить и давить Как сейчас сделали У себя очень необычный билд На Сларке Такого я не видел Но будем считать, что все Дефолт, кроме Кираса Кираса это командный артефакт Он на команду играет Ну да, он даже будущий играет БКБ в принципе дефолтный артефакт Но чтобы настолько рано Придеминация его покупали Ну тоже не часто случается Именно вот против такого пика Хорошо, БКБ, он собирает Кираса собирает редко Но здесь он играет на команду Смоук Он будет выселять Остальных Если сейчас Минески пойдут И заберут Рошана Это будет вообще без комментариев Да Плюс у Минески Ну большая часть урона Это физика И соответственно Кираса Дает Сларку дополнительную броню Джекироса спалил Спалил Джекироса Так бы тролль просто зашел в Рошпит И с командой под Слип Наги Ну точнее прикрываясь Слипом Наги Могли его забрать Так, а что Нага? Нага Манту не покупает Оставляет на байбэк Сларк Есть БКБ Ну вот сейчас как раз самое время ворваться Лина цепляет ее Поднимает себя в воздух Будет ли Слип? Да, Слип Но Сларк не спит Лина без байбэка Сларк бежит дальше Пытается зацепить Цепляют Нагу Сирену Слаб Нага Сирена живет В этот момент зацепили Нейчерс Профит Он пытается улететь Его поднимают в Ул Довольно много времени тратят Нагу Сирену возвращают Корабль не попадает Нету уже Слаба Нага Сирена погибает Есть байбэк Тут же байбэк от Профита От Наги Сирены Разрыв 18 тысяч Отойти Надо Рошану Святыню и Рошану Так что Нага Байбэк Сейчас просто не убить Вот они его будут бить с руки У него слишком много брони Вот допустим сейчас у него 36 И Даже понятно что вообще может в принципе Спасти Минески Каким образом они убьют хоть кого-то Ну саппортов окей Не завалят Андерлорда Ну трудновато будет его одарять Сларк вот он бегает-бегает-бегает У него слишком много брони И его физикой не убить Просто безысходность для Минески При этом если игра дотягивается То контроль-то мало То есть что там имеется Стан Лины Magic Missile Vengeable Spirit Ну против Сларка можно считать Только Стан Лины Потому что он уходит Да-да-да Да и то То есть Че попасть нужно И чем дальше тем хуже Сларк отжирается Сларк забирает Аегис Может быть Сир И его очень трудно останавливать Не забирает Он просто берет Кирасу И будет делать Абис Чтобы нельзя было от него уйти Ну тут конечно сплитят Сплитят как могут Тролль берет 50 к урону Урон нужен Ну сплит это все Что остается Минески Бесконечный сплит Это в принципе В этой мете не должно работать Но Кто знает Одна ошибочка От УДЖИ И Точнее не то что Им нужно обязательно подловить Скорее на ошибки Минески Потому что иначе Это будет длиться бесконечно Иллюзии Наги Постоянно появляются Отделает себе Дровала После Дровалов Будет Актарин С Актарином уже как-то Тяжело Раньше Нага конечно Когда набирала Быстрое Эти артефакты Было совсем неприятно Профит прилетает Вызывает пеньков Потихоньку ковыряет Тир 1 Какой урон наносит Раньше Иллюзии Наги Не давали денег За убийство А сейчас вот Иллюзия бежит Иллюзию убивают Из нее получают денежку Да Плюс Лучше ломали здание Иллюзии Они хоть как-то их ломали Сейчас они вообще Почти не ломают То есть допустим Сейчас за иллюзию Сфор получает Плюс 32 Там пройдет еще Минут 10-15 И он будет получать За каждую иллюзию Ну как за крипа Да и так нормально Плюс 32 Учитывая какое количество Этих иллюзий Ходят на карте Там тут 32 Там 32 Вот пожалуйста Плюс 64 За счет этого Лучше тоже Перефармливают Минески То есть там помимо Еще крипов с базы Выходит иллюзия Иллюзия тоже погибает Что сеп Давай Подготавливают Подготавливают Пуш Нага сирена Отпушивает верхнюю линию Снизу у нас Находится Мун Он один Уходит А верхняя линия Отпушена Только по центру Можно заходить Ох Конечно Такие каточки Победа очень близко Но так далеко Интересно Что делает трой Скади Вот усорблен Жакира Интересно Чего не ждут Аегис есть Руна дабл дэмэджа есть Сыр есть 24к Преимущество есть Сларк Почти в 6 лотов Все есть И они находятся Под базой Миссия фуриона Выполнена Это вышка Спушена Можно следующую Но следующую сложнее Против следующей Нужно подводить Крипов Потому что Багдор защита Имеется Ну в общем то Преимущество Все еще огромное Все еще Все хорошо Но опять же Ломать Вот пик В такой В котором ломать Очень непросто Эти здания Будь какой-нибудь Драгон Найт Ну хоть что-нибудь Хотя и Сларк Оделся Как бутон Драгон Найт Но Драгон Найтом Он от этого не стал Как бы мечтал Стать Драгон Найтом Стал Рыбой Все стоят на базе Нажимают Смок Кунг СДД Только что Его прожал Заходит Свап Андерлорда Андерлорд успевает Среагировать Форстаф И Вингу Отдадут Винга погибает 60 секунд Без Винги Нагу Сирену Ловят Нага Сирена Ничего не успевает Нажать Ловит Критс Да и Даулса Погибает Байбека нет Отличная игра Джеракса Джеракс Поймал Нагу Которая Заходила Где-то Сбоку Это Минус Бараки Должны Как минимум Вообще Это игра Это уже Все Сларк Входит В кондицию В которой Его убить Вообще Почти Нереально Он только Купит бабочку Там Просто Ни у кого Нет МКБ И он Сажает Нажимает Ролль БКБ Не может Пробить Клокверка Да Но все Слишком прочные Кунка Клокверк Андерлорд Лина бегает Вот смотрит На этих Клокверк И плачет Может никого Не убить За прокаст У Кунки Тристо У Андерлорда 2200 Плюс Пайп Ну только Разочка Сларка Не по таймингу Возвращают Но Под Сларк Да Он погиб Есть Байбек Нага Сирена Сейчас выйдет Тролль Байбекается Лину цепляют У Лины есть Но она не успевает Его использовать Байбека нет Продолжается Нистовый замес В Кримсон Пытается пробить Тролль Все стоят на Макропире Удар от Кунки Даблкил Хороший удар ГГ Да Эта игра Закончилась Я всех с этим Поздравляю Сепастин Засолил На пару Джерексу А Столей тоже Молодцы Но вот эти двое В этом матче Выделились Хорошо Сыграли Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok